Барак на улице Первомайской. Он находится среди высоток и подключен к горячему водоснабжению. Долг многодетной семьи зашкаливает за 80 тысяч. Каждый день представители Сочи Теплоэнерго обходят дома должников. В Сочи очень много семей, которые не в состоянии оплачивать за коммунальные услуги. Долг физических лиц перед Сочи Теплоэнерго – 280 миллионов рублей. С некоторыми удается договориться на стадии отключения. Они готовы оплатить одну четвертую часть долга тут же. Но на следующий день приходят, оплачивают. И есть такие уже должники, которые погасили полностью среди отключенных. Есть, которыми заключены были соглашения, и они частями оплачивают. Погасили одну четвертую, и сейчас продолжать будут оплачивать частями в течение года оставшуюся задолженность. К тем, кто никогда не платит за коммунальные услуги, приходят не только представители Сочи Теплоэнерго, но и судебные приставы. Долг Елены Лосевой, проживающей на Бытхе, только перед Сочи Теплоэнерго – около 200 тысяч рублей. Задолженность перед водоканалом – 15 тысяч. Задолженность перед Сочи Теплоэнерго – 197 тысяч. Спецавтохозяйство по уборке города – 14 тысяч. Газбром – 3 тысячи. Питанция не оплачена. В данной ситуации составляется акт описи ареста имущества. Компьютер, телевизор, микроволновая печь, пылесос, мультиварка – всего этого хозяйка лишается, если не начнет в течение 10 дней погашать долги. После установления имущественного положения должника мы выясняем, есть ли доходы. В случае нахождения доходов либо расчетных счетов в банках мы делаем обращение взыскания на денежные средства должника. В случае отсутствия мы выезжаем по адресам должнику и составляем соответствующий акт описи ареста. Кроме ареста имущества приходится отключать квартиру от горячего водоснабжения. Ставят пломбу, которую срывать нельзя, иначе наступит административная ответственность. Такие вынужденные меры приходится принимать ради тех людей, которые исправно платят за коммунальные услуги. И чтобы в свою очередь Сочи Теплоэнерго не стала должником перед водоканалом Кубанинерго и Краснодар-регион газом. В противном случае из-за отключения котельных пострадают все сочинцы. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.